Это один из элементов развития IT-экосистемы города, Одессы и в том числе Украины. Потому что саммит в прошлом году стал знаковым событием в городе Одессы, ну и в принципе в Украине. И было решено проводить следующий саммит, но более масштабный. И, как сказать, один из элементов, в том числе продвижения города Одессы, показать, что у Одессы есть хороший IT-потенциал, который же в принципе реализуется. Потому что в городе есть очень много успешных компаний, как аутсорсинговых, так и продуктовых. И в котором, ну в этом секторе задействовано очень много людей, которые приносят городу, в принципе и стране, очень серьезные валютные поступления. То есть IT-отрасль в 2015 году стала третьей отраслью по экспорту. Первая, ну там у нас традиционная металлогия, вторая аграрная, третья стала IT-отрасль. И, то есть это существенная отрасль, которая уже влияет на экономическое развитие не только конкретного города, но и в принципе всей страны. Поэтому саммит нацелен на то, чтобы стимулировать ее развитие. Потому что приехало очень много гостей, в том числе из крупных компаний, международных компаний. Вот в прошлом году, я думаю, всем известным, одним из топовых спикеров был сотрудник компании Amazon, всем известным, интернет-регигантом. А в этом году один из главных спикеров это продуктолог компании Tesla Motors. Это знаковые люди, которые видят, что в Одессе и Украина в принципе хорошая страна, в которой в принципе можно вкладывать деньги, развивать свои какие-то проекты. И я думаю, что это в принципе очень важный момент для развития IT в Одессе и в стране. Один из главных моментов для развития стартапа попасть, есть такое понятие, бизнес-инкубатор, бизнес-акселератор. Смысл в том, что соответствующие организации очень правильно помогают выстраивать бизнес-модели молодых компаний. И одним из призов будет возможность попасть в один из IT-акселераторов Европы в украинской команде. Это очень важный момент. И многие украинские, в том числе стартапы, делают большие рыбки, когда сотрудничают с этими международными бизнес-инкубаторами, бизнес-акселераторами. И если сравнивать Одессу с другими городами, она является каким-то генератором идей в этом плане? Или кто стартует вообще? Кто у нас лидирует по стране? Ну, в Одессе, во-первых, в Одессе был создан самый успешный стартап за всю историю Украины, который был в прошлом году, по данным средствам массовой информации, продан за 150 миллионов долларов. Таких сумм не было никогда. И это одесский стартап, который называется «Луксили». Естественно, там Одесса входит в топ-5 городов, которые наиколе развиты IT-отрасли, если это понятно. И в Тайфу – Одесса, Львово, Днепропетровск. Это такие топовые города, которые, в принципе, забьют тенденции и тон развития IT-отрасли в Украине. В Одессе очень много больших, именно крупных компаний, в городах, по 600-800 человек работают в одном офисе, у которых очень большие, важные проекты международные. И в общей сложности в Одессе, ну, точно цифры никто не может сказать, но говорят около 200 компаний. И это число постоянно растет, количество IT-специалистов постоянно растет, и, слава богу, количество стартапов, ну, то, что мы говорим, что-то развивались продуктовые компании, тоже, как бы, увеличивается. Ну, это, ну, очень-очень хорошо. Сколько стоит, например, участие в саммите? Или для наличков, например, это бесплатно? Значит, для стартапов, ну, так скажу, что мероприятие, можно сказать, в определенной степени социально направлено, потому что для стартапов выделялись бы, бесплатные билеты, для преподавателей вузов были выделены бесплатные билеты, ну, для многих, ну, там, категории было выделено бесплатные билеты, чтобы, ну, отобъединить вот все IT, потому что IT же это не только, там, программисты, тестировщики, это и преподаватели вузов, преподаватели в образовательных центрах, стартапы. Ну, все-все-все-все-все, это объединяет в себе, ну, такая вот одна большая IT-шное, IT-шное сообщество, которое мы тоже хотели именно собрать здесь. И, естественно, для категории, которым там сложно, там, оплатить билет, потому что стоимость его достаточно, ну, средняя. Мы, это подобные мероприятия в других городах стоят в полтора-два раза дороже, чем нам. Вот, ну, в любом случае, для тех категорий, которые мы принимаем, что им, например, сложно пройти, мы выделяем часть бесплатных билетов. То есть, все ведущие преподаватели вузов Одессы, которым интересна эта тема, всем могли получить возможность бесплатно, получить бесплатный билет. Задача образовательных, образовательных проектов, начиная от вузов, заканчивая такими проектами, как компьютерная школа и генерий, обеспечить хорошими кадрами. Вот, у нас позавчера была встреча, и все компании говорят, что у них дефицит кадров, и их требуется, ну, то есть, если какие-то квалифицированные кадры. И мы, в том числе, этим занимаемся, естественно, мы растем. Я вам так скажу, что мы стараемся быть всегда в тренде. У нас некоторые программы обучения по два-три раза в год уменяем. То есть, два-три раза в год уменяем программу обучения. Почему? Потому что два человека заканчивают обучение, он должен, его знания должны быть максимально актуальны тем потребностям рынка, которые сейчас есть. У нас проводится, в том числе, повышение квалификации для преподавателей вузов. И вот на одной из встреч, один из преподавателей вузов, который проходил у нас повышение квалификации, и сказал, ну, сравнив вузы с нашей школой, и он сказал, что вузы, если, как это, терминологией машиностроения сказать, то вуз это автосборочная, а компьютерная школа Елель это тюнинговая компания, то есть, которая доводит до красоты машины, да, получается. Ну, это такая фраза, как звучало, мне на самом деле очень сильно понравилась. Это хорошее такое сравнение, потому что многие директора IT-компании говорят, что они даже, когда берут молодых ребят на работу, то, да, они закончили профильные факультеты, там, кафедры в вузах, но чаще всего они, в том числе, получают дополнительные знания и образования вот в таких, ну, проектах, как в нашей школе. Потому что в нашей школе преподают только практикующие IT-специалисты, и они как раз доносят вот эти самые актуальные знания, которые есть. То есть, это самая главная особенность нашей веры от университета. То есть, у нас только практики преподают, я не могу сказать, что у нас легко учиться. Я всех подтверждаю, что у нас очень сложно учиться, но тот, кто хорошо учится, тот обязательно достигает как бы результата. То есть, это самая главная момента. Были прецеденты уже, что ваши выпускники вот прямо с ходу или там, ну, короткий срок становились сотрудниками каких-то известных? А вот сейчас вот буквально на прошлой неделе, вот я же говорил про этот стартап, который самый успешный стартап в Украине, взял на работу двух наших выпускников. Ну, буквально, одного-две недели назад, второго-две недели до двух наших выпускников взяли. Притом, не по самой легкой программе, а как бы обучение. То есть, и ребята взяли на работу. Это я говорю про Одессу. То есть, у нас же есть филиалы Киев, Новопетровский. Поэтому, по некоторым направлениям у нас практически только корпоративные клиенты. Ну, то есть, компания заказывает специалистов себе, подготовки специалистов. Поэтому, слава Богу, мы развиваемся и есть, ну, есть куда расти. Вот нет, нет, нет дела совершенства. И это самое главное, что из-за того, что эти отрасли быстро меняются, и образованию, соответственно, нужно очень быстро постраиваться. Вот это вот самое интересное. Вот это самое интересное, на самом деле, в процессе работы.